Сергей, подержи, я взял спину, услужу. Так, поближе подойдите, далековато. Погода как будто бы устанавливается, и с воскресенья наши поедут на благовестие, на нашей машине на газели. У нас семь человек, выходит шофер один едет и три пары, а так только две пары. Нужны добровольцы, кто желает поехать. Едут не далеко, пока рядом Паново, а потом подальше будут ездить. Раздавать будут не отдельно маленькие евангелетян, а четверо евангелия. По благосостоянию патриарха Кирилла Индана, красный, крупный шрифт. Раздают, идут, приглашают на три часа встречи где-то там. Бывают в библиотеке, около света, в школе, в клубе. Там можно на месте узнавать надо. Так, добровольцы. Так, один. Еще кто? Вы идете так. Один идет по одной стороне, другой здесь. Мужчина и женщина. Друг друга из вида не теряете. Вовнутрь не заходите. Постучали хозяева. Выходят, а ты, мужчина, и гляди, у каждого свой посох. Так, один. Еще кто? Ну, у нас постоянные, понятно кто. Виктор с Анной двое. Сережа третий. Володя четвертый. Никита пятый. Пятый, а семь. Вот еще теперь один есть. Шесть. Одного еще нужен. Ну, Надежда Васильевна. Только не отставать от других. Это не получится. Я тут сегодня рассуждал уже о празднике. Вот. Ну, повторять это уже. Надо вам как-то бы смотреть, какой у нас бывает разговор. Мы понимаете, когда встречаемся с людьми, ну, бывает, дорога еще едем, встречается не православный там. Бывает, католик встретится, чаще баптисты и какие-то другие названия. И начинают вопросы такие подкидывать. Ну, если ты неопытный, ты просто не ответишь, как говорят, поплывешь. Ну, никогда не ставьте задачу одержать победу. Вот. Задают вопросы. Вот. У меня сестра баптистка. И она меня на квартиру упустила. У меня квартиры нету, там то ли переезжает или что-то. И, ну, предупредила, чтобы иконы я не ставила на вид. Потому что к ней братья и сестры приходят. А я поставила. И сказала, не трожь мои. Ну, она мне отказывает в квартире. Разве это верующая? Разве это правильно? Верующая, ты христианка. Ты нуждаешься. Тебе главное, что иконы или квартиры? Иконы? Ну, иди со своими иконами и живи под кустом. Она хозяйка. Она задает музыку, а ты плясать будешь. Пришла в чужой дом и наводит порядок. Ну, нам не запрещено приглашать людей, которые нуждаются. Запустить язычника. Но если он придет и в комнате будет идолов ставить. А они на иконы смотрят, как на идолов. Тебе понравится? Нет? Ну, маленько-то надо смотреть. Одержать победу. Тебе никогда не одержать победу там, где нет ее. Правда нужна, а не победы. А то только встретился первый раз, Писание не знает. А я докажу. А что ты докажешь? А докажу, что праздник Успения Божией Матери правильный и там проще. А вы не празднуете. Вы еретики и сектанты. На этом вопросе ты потонешь. Православная первый раз упоминает об этом праздновании в 4 веке. Да что, православные 3 века не спасались или как? Да нет. Ну, маленько-то ты историю должен знать-то. Чего ты нападаешь на нее? Она смотрит в Библию. И ты по Библии докажи, что Успение и на нее надо считать то, что сказала женщина. Я просто анализ этого делаю. Я православный, поэтому не отклоняюсь от этого. А вот считается, женщина сказала, блаженная чрева тебя носившая. Ну, Христос что сказал? Да, действительно, моя Матерь блаженная. Он не сказал, как будто этих слов и не было. А говорит, блаженная слушающая и исполняющая. Вы понимаете, те слова женщины, которые эти слова сказала, их надо высветить везде. А мы даже имени ее не знаем. Нам есть о чем думать. Кто-то сказал, а Господь-то сказал какие слова? Блаженная слушающая и исполняющая. Вот на это блаженство нам надо смотреть. А то при Рождестве Богородицы это считают на Успение одно и то же, так не бывает. И ты ничего не докажешь. Лестница, это Яков видел Божью Матерь, не докажешь. Единственное доказательное для баптистов это ковчег. Ковчег. Когда фелиссимляне отпустили ковчег, а жители Бессамиса заглянули, и Бог убил за это 50 тысяч и 70 человек. Я задаю сектантам, за что? Ответа нет. Все Ветхозаветнее было образом, тенью будущих благ. Правильно. Христос был Слово Божие. Ну да. Ну вначале было Слово. А скрижали это Слово. Ну да. Согласились? Я подвел. Скрижали где лежали? В ковчеге. Значит скрижали указывали на Христа. А ковчег на что указывал? Они сразу же смотрят открытым оком. Так тогда так и получается, что ковчег указывал на Божью Матерь, внутри которой был Христос Слово. Вот единственное доказательство всей Библии. Гони Зекииле, дворота, зашел, да. Что? Она лестница, ангел, архангел по ней заходят по Богородице-то. А там монахи все напридумывали. Но я православный, мы считаем. Вы поедете и вам встретится кто-то, вы отвечаете по Библии, скажите, не знаю или это не написано или... Тут мы не правы. Не бойтесь сознаться в этом. Но мы православные видим, что это считается мне, это не погибельно. Это не в смерть. Вот тогда твоя будет победа над самим собою в первую очередь. А то поедут и с первой минуты хочет с победой вернуться. Так не бывает. Сеяное семя, оно еще прорости должно. Вот мы раздавали те годы, сколько в деревнях продолжают люди звонить. Новые и новые люди приходят через Евангелие. Я один раз только выступал перед прокурорами края и их помощниками. Пригласили меня в МВД. Я выступил. И на вокзале подходит ко мне веселенький такой мужичонка на веселе. А вы меня не знаете? Я говорю, нет. А я такого-то района Завьяловского прокурор. Вы перед нами выступали. Я все это помню. И я понял, нельзя так вот поступать. Ну они как? Там выше нажмут. Это так. Попал за изнасилование. А ему сказали, ты так как-то замажь маленько. А потом мы эту Васильеву-то освободим. А пятьдесят шесть миллионов в кармане. И он запомнил, что я говорил. Другой подходит и говорит, вы вот выступали у нас в отделе милиции. Знаете, говорит, моя милиция стала себе тише вести себя. Тише вести. А что это? Он знает, что они привязываются к тем, которые едут. Штрафуют. Незаконно при том. Я убедился. Всю страну проехал. За рубежом ни разу мы этого не встретили. Нигде. Там как будто полиции никакой нету. Но вот мы чуть-чуть маленько нарушили. Полиция выскочила. Почему нарушили? Тогда мы такие-то. Они сразу звонят, куда мы едем, сопроводить нас к месту. Так я отсюда. Мы с ними сфотографировались. А тут фотографировать нельзя. Полиция с нами встала, сфотографировалась. И я им послал туда, попросил то, что я написал перевести на немецкий язык. Лена Сокольская. И им туда послал в учреждение, чтобы поблагодарили, как они у вас работают. Им приятно это? Мы едем в Дагестане. Одни мусульмане. И они узнали, кто мы такие. Они нас с телом прямо тянут за руку. Зайдите в магазин. А чем вы питаетесь? Разве так она режет сыр там, что помидоры, привезли новый лаваш и хлеб. Она все дает. Фотографировались с ними. И я им послал благодарность туда. Вот знаете, на каждом шагу пример. И тогда к успению, к смерти мы подойдем по-другому. А то мы такие, а где смирение твое? Сатана больше всего не любит смирение. Смирение перед Богом, а не друг перед другом. Ну, сказали, я буду смиряться перед мужем пьяница, а он что попало наворачивает. Не подчиняйся ему. Закон нарушен мужем, и капитру занимает теперь женщина. Жена занимает. Значит, ты должен все это знать. Каждую копейку, не на свои разъезды, полеты, а на то, чтобы Евангелие достать, кому-то помочь, оставить след, а не просто наследить в этой жизни. Успение Божьей Матери придуманный праздник, но мы из него выжмем полезное. Приготовиться к смерти так, как она подготовилась. Вот это единственная цель, как она себя вела. Она не сидела, как нам сохранилось житие ее, что она благовествовала. Она была в другой стране. Там теперь не докажешь, где она была. Нашли домик ее, разобрали католики, календо где-то, и перевезли опять в Италии, поставили. Теперь народ идет, деньги можно собирать. По кирпичику принесли, фундамент сначала привезли. Нам нужно знать жизнь ее. И вот это, значит, тогда успение. А то, что сегодня рыба, а завтра мясо, это все монахи придумали. Они не проповедовали, и поэтому через живот пытались добиться. А люди не знают, когда сходи в храм, ну знаешь. Когда тебе рыба, а когда икру одну можно. Икру можно, а рыбу нельзя. Сегодня вино, а завтра масло. И они все время варьировали этим. То есть через желудок пытались возбудить интерес людей к храму. Ну а в храм пришел тут-то свечка. Тут не надо скрывать, это бизнес церковный. Моя православная, я строжайше исполняю, мы даже растительное масло не едим. А мне это и не надо. Но который раньше пилили бревна по вдоль, один внизу стоит, а другой вверху. Это огромная пила с такими кривыми зубьями. Ему-то нужно три пункта или четыре мяса, а не редьку с квасом. Они этот пост придумали, монахи сидят, это все монашеское. Но я православный. Но для себя я понимаю, Господь не к этому призвал. Пост это нужно для борьбы с сатаной. В счет чего пост? Сейчас пост это скорбь. Божья Матерь умерла, поздравляю. Сегодня меня звонят. Поздравляю с праздником, с чем? Ну, ну что ну-каешь, ну дальше и говори. С тем, что Божья Матерь умерла. Это праздник. Насчет этой печали, что она среди нас жила бы. Даже вот умри у нас, Серапима, мы же все печалиться будем. Хорошего человека нет. Поздравляю. Как у нас этот Вася Лапкин пришел в школу. А чего в школе не был? А у нас праздник был. Он такой грубый голос. А какой? Ивану Крестителю голову отрубили. Вот у нас праздник. Празднование это означает быть праздным. Можно ли сегодня работать? Я считаю. Я, мое мнение только такое. Никто не должен работать, кроме тот, кто на поле работает. Там все на заготовке. А остальные сходите по грибам, отдохните, побеседуйте. Это мое мнение. А воскресный день намертво запрещено. Воскресный день. А это раз придумано, но мы празднуем, потому что нас еще нет. Но у нас работа. Мы завтра даже в субботу не работаем, но завтра выйдем. Приезжали из Барнаула и осмотрели нашу местность. Что-то сказали, 350-400 кубометров земли придется им в ворожье. Откуда они такую? Ну, осмотрели. Совсем согласились, откуда землю брать. Теперь, Леша, дозвонись, когда можно будет песок получить. Чтобы в любой момент я заказал, и они сразу, пока он здесь. Он тогда это разровняет. И сразу крупные щебень и мелкие. Мы его сделаем как должно. Дорога будет поднимать. Сегодня конотопка, трава оканчивается до сюда. А там поменьше поднимем. Он посмотрел, все нормально у вас, нетопкое место. Меня пугает, вот размокнет. Я говорю, а кювет? А кювет он отсюда поднимет. То есть он по-хорошему поговорил. Андрей Головач, член нашей общины. Слабенький такой. Он его сюда привозил на этой неделе. Если они будут работать, я значит не ходу. Он скажет, а я буду работать в воскресенье. Значит придется около него стоять. Записывать часы. Он завел как машину. Опустил нож свой. Начал работать. Или там перегоняем с места на место. Полторы тысячи за час. За то, что привезут технику, 30 тысяч сразу отдать. Ну потом или когда-то. Я все время вас прошу. Молитесь, чтобы Бог дал хорошего человека и ума дал. Вот. Я прошу, я чувствую, что Господь благословляет. Мы намещали там два спуска сделать. Где прорывы. Сейчас прямо, понимаю, делать надо посередине и один. Но более широкий. Здесь думали как. С разных концов. Там тоже. И сейчас выявляется, что не так было. Вначале замысленно. А здесь вот убрали-то поля. Отсюда он сейчас заваливает верхним слоем. И начинает глину с той стороны. Ты показал, откуда можно брать-то. Мы тут, твою дорогу нет. Вот и рядом. И дальше он сюда. Говорит, хорошо. Он сюда. Дальше туда. Разровнял. Сделает как надо. И сразу песок, чтобы гнали. Сколько? 15 камазов. Сделать как положено. По всей трассе 15-20 сантиметров песка. Потом столько же щебенки. И все. И никакой грязи не должно быть. У меня все. Дальше. Когда к нам приносите что-то. Милостыню. Или как сказать. Ну хоть. Нотари напишите кому. Я старый по деревне езжу. Бестарый. Понятно. Православный делает правильно. Через забор перекинул и убежал. Как Никола чудотворец. Но я тут встал помидоры. Но ясно дело, что православные. А сегодня селедка одна заплыла и прямо на стол. Ну. Ладно без тары. Если тары, я по деревне езжу тару отдать. Кому отдать? Когда тары, сделайте хоть маленькую записочку. Ну и так понятно, что вы православные. Сейчас селедка. Ты привезла. Ну вы же сказали, не надо говорить. Ну ладно. И все. Бестары же. Бестары, значит, мы так и приняли. Мы перед вами должники. К нам если есть какие-то претензии, что мы здесь что-то делаем. Нарушаем ландшафт. Вот деревья спилили 25 этих топольков. Вы сразу спрашиваете, почему и зачем. Тень убрать. Сон сюда и ветру дать доступ. Игнат Тихонович, можно вопрос. А вот около того пруда? Немножко засыпать надо. Несколько пока. Там нужна труба. Труба. Вы не приготовили и труба поэтому вам. Найдите трубу. Заложите. Небольшую. Хотя бы вот такого диаметра. И достаточно. Мы заровняли, делать нечего. Там Камаза 2 кинули. Все заровняли бы. Но трубы нет мы не можем. Тут работа такая проделана. Нам еще бы человек 6 помогали. Батюшка, мы дорогу перегородили. Дерево повалили. Таша, ты далеко не будь в понедельник. Если трактор привезут, нам нужно разблокировать дорогу. Ну так а я все. А то перепилить ее на боку. Убрать. Да это вон я цепь на это наточил. Где он? Брат такой у нас есть. Во-во-во. Капитан. Обращайтесь к нему. Распилием там. Убрать дерево. Все. Завтра пойди и распили все. Потому что мы поставили преграды. Эти стенки. Мы их соединили проволокой. А кто поедет, проволоку заставит и две преграды улетят. Стенки-то. Поэтому мы закрыли вход. Ехать нельзя. Он завтра придет, попилит вам. Я ему бензин даю, он попилит. Завтра это не надо как раз. Почему? Потому что они еще не приехали. Когда приеду только тогда. Ну эту, а где там эти? А эти пожалуйста. А то вы меня уже это. Ну что тебя? Так тебе в пай вошел. Ну так вошел-то. Ну ладно. С чем поздравлять? С праздником. С праздником. Я вот интервью взял у этого отрока маленькое. Интервью. Вот послушай. Дай фуражку повернем тебе так. Так скажи. Тебе радость на жить на этой земле? Да. А что тебя радует здесь? Ну как? Ну вчера я тебя увидел за столом у дяди. Это понятно. Хорошо тебя там обедал. А так то. Какая у тебя радость? Воротник убери. Так блатные делают. Никогда не делай. Чтоб воротник стоял. Ну отвечай. Ну как водиться с кем-то? Ты не устал еще жить на этой земле? Ну вот вообще оптимист. Понятно. А то тебе дали розы? Да. А ты сумеешь до дома донести и не серебить? Ну я это да. Подрезать маленько и посадить надо в воду. А воду маленько с сахарку чуть-чуть. Он дольше будет жить. Ну ладно тогда. А где сипать надо? А сейчас сепаратистов-то нету. Лужков-то где? Не вчера, не сегодня. В город уехал. Ага. Возьми кого-нибудь. А я думал, что сепаратируют. В воскресенье говорили. Пошли. В воскресенье насчет благовестия-то? Да, воскресенье. В воскресенье. Занятия до сегодня не будут? Мы приедем в рабочий день. Занятия не будут сегодня? Ничего не будет. За грибами, за ягодами, за ягодами. За служи православные. Успения. Так, ну давай мне свой музыку. Скину ты. Все. Зачем.